Друзья, всем привет! И вот наш новый ролик. На идею этого ролика у нас продвигают чашки формы, так как произведение говорит, что они очень крепкие. Следовательно, в этом ролике мы будем проверять другие чашки на их прочность. Да, так что забивайте кальянчик, наливайте чаёк и погнали! Итак, начнём с самой, наверное, простой задачи для чашечек. Просто мы забиваем, моделируем ситуацию, забираем чашечку и случайно её как-то задели. И она упала. Но это навряд ли какую-то из чашечек может разбить, да? Ну, кто же это сейчас? Хотя, вот, видимо, чем больше чашечка, тем страшнее она падает. Но я думаю, вот с этими вообще... Ай, никаких проблем не будет. Самое, что вы, наверное, о чём расстроитесь, то, что весь табак у вас высыпется и всё. Это потом нужно будет всё сыграть, поэтому... Да, это все чашки прошли, но это, в принципе, было ожидаемо, потому что это такая... Максимально, наверное, ситуация. Идём к следующему уровню. Итак, представим теперь другую ситуацию. У нас есть такой вот стол. Мы также забиваем чашку, либо, может быть, не знаю, вы там у вас что-ли с руками... Да, просто кухонные... кухонные столешницы, чашечки стоят на крыю. Может быть, кошка вот эту лавку... Кошка лавку сто процентов. Вот, давайте, первая чашка, это чашка облака. Это у вас Эль Глэйс. Итак, проверим. Минус один. Всё. Ну, то есть, чашка облака точно потерпела прям фатальные поражения. То есть, у неё откололась ножка, полностью чилим весь. Ну, это белая глина, и она довольно-таки трубкая. Они не заявляли себя как суперпрочные чашки. Классика, да? Да, это классическая дурка из красной глины, которая такая вся неаккуратная. Но почему-то у меня на неё надежды больше. А у меня почему-то надежды нет. Ну, это кошечка. Ну, не всё так плохо. Да, на самом деле, откололась одна часть, дальше она стала разборной. Ну, можно ползабилочь. На самом деле, в одну, по-моему, да, смотря как упал бы. Потому что, прям, не скажешь, как... Да, если бы она на самую ножку упала, то бы по-другому. Ну? Ну, минус два. Минус два. Вот дальше претендент уже более серьёзный. Это чашечки Галамон, довольно прочные. Посмотрим, как они себя поведут в этой ситуации. Ну... Ну, тут как будто бы есть надежда, что будет, может, скол просто какой-то, да? Не так, что она прям разлетится. Ну, я дальше всё то же самое делаю. Чашечка Галамон. И... Я так и думал, что будет какой-то скол, но вообще немного, по сути. И даже на курение это никак не повлияет, потому что это вот самый край ножички. И... Не сквозная, так сказать, отверстия, а просто небольшой скол глазури в посуде. Ну, так вот сейчас. Сам чилим даже без трещины, да? Да. Да, сейчас. Всё в порядке. Прикольно. Вот это край. Апгрейд? Нет. Апгрейд. Апгрейд? О, ты... Чуть было, не было. Ну, ладно. Средизги вообще. Ну, вот эта чашка пустотела и, в принципе, наверно, было ожидаемо. Ну, можешь сейчас продпрыгнуть, да, чашечку, развязывайся еще. Ну, да, подпишись. Трилица, где-то немного даже больно, надо это смотреть. Да. И, собственно, чашечка, которая сподвигла нас на идею ролика, так, производитель чашки Корма заявляет, что их чашки очень прочные. И сама чашка довольно вдушительная, толстостерная. Но всё-таки чуть-чуть пустоватая. Поэтому... Сейчас будет... Выдавал... Еще будет комментарий вот эти лучше бы мне отдал. Но мы делаем вот так. По-моему, это самый красивый фигурменок был. По-моему, подожди. Ну, ничего такая, в улице. Ну, по-моему, дожди. От нее осталось ровно ничего. То есть, производитель нам говорил, что чашка очень прочная. Оказалось, что он в этой игре победил Теллобон. Следующий фигурменок был, не чашка Теллобон. Ну, да, мы сейчас еще поставим пару экспериментов. На самом деле, честно, мы думали, что все чашки разобьются. И мы скажем с вами, был Комент Павел, всем до свидания. Но у нас еще осталась одна чашка. Я думаю, сейчас мы еще, наверное, попку пану. Это же более дарут. Но на самом деле, я не ожидал, честно. Поехали дальше. Да? Итак, моделируем следующую ситуацию. Вы забрались повыше от вашей кошки, чтобы она вот этой лапкой не скинула. Решили забить коленчик на шкафу. Итак, забиваем коленчик. И что-то пошло не так. Вам свело ногу. Вы такие... Аааа! И все. Джашка не выдержала такой нагрузки. Высота здесь, ну... Мой рост где-то 180 с лишним. И я спрыгиваю, сломаю ноги. Блин! Но, в общем, высота, ну, около двух метров. Чашка разбилась, можно сказать, в дребезги. Но, в принципе, на ней можно еще покурить. Я думаю, чилим остался целый. Как-то так. Итак, друзья, вот и подошел к концу наш небольшой краш-тест чашечек, в котором сегодня безоговорочно, по моему мнению, победила чашка Галамон. Потому что чилим у нее сохранился вообще целым и невредимым. А также есть одна приятная новость. Вы можете выиграть две чашечки форма. Они будут целые. Условия простые. Нужно будет написать комментарий. И в нем рассказать свою такую историю. Как вы, возможно, там разбили свою чашку. Какая-то нелепая, глупая, интересная. Может быть, мы ее скотчем смотали, склеили или что-то еще и курили на ней. Пишите свою историю. Не забывайте указывать свой ник в Инстаграме. Так нам будет вас проще найти. И мы выберем двух победителей, которые заберут по чашечке. Как мы будем это выбирать? Один комментарий мы выберем сами, который нам понравится больше всего. А второй будет с самым большим количеством лайков. Да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не забывайте колокольчик, лайк, комментарий, подписка. С вами был Женя. Богдан. Всем пока.